Все последние месяцы только и говорят, вплоть до того, что они вложат ли вообще сбережения в биткоин. Ну, люди, наверное, понимают это как определенный инструмент финансовый, да, то есть, которых очень много, это возник, но инструмент, который позволяет людям заработать какие-то... А налог доллара и ехать? Не совсем, не совсем. Это некий актив, и даже некоторые центральные банки говорят о том, что это сырье. То есть, его же можно добывать, добывать электронным способом, для этого покупают видеокарты, и это называется таким заманчивым словом майнить. Что это? Это когда покупается вычислительная техника, и вот сама система блокчейна, на которой построены криптовалюты, она, в общем-то, требует некоторых вычислений. Для того, чтобы добыть одну, нужно, так сказать, просчитать определенную цепь цифр, цепочку формул. А это искусственно сделано? Да, это промо-голочная программа. А можно иначе это было бы упростить? И специально так усложнено? Вы знаете, я гуманитарный человек, но я не программист, я технику вам не объясню, но я знаю, что это цепь формул, которую просчитывает техника. И на этой базе сделали некоторые программы, которые позволяют привязать вот эту цепь формул, которая называется блокчейн, она возникающая, так сказать, децентрализованная, привязать к определенному активу или к информации. То есть, самое примитивное, что сразу пришло в голову, привязать это к валюте. И отсюда придумали биткоин как единица измерения интернет мира, некая валюта виртуальная. Но на самом деле это не виртуальная валюта, это просто цепь цифр, которая передает определенную информацию. Которая можно прицепить определенную информацию, будь то курс, самая примитивная, будь то поток данных определенных финансовых, различных архивных данных. Этим сейчас занимаются. Это просто цепь, цепочка. Вот знаете, в чем суть? Почему это важно? Она как-то защищена? Почему к ней можно привязать данные? Она защищена, но, естественно, люди у нас, и не только у нас, они все достаточно грамотные, пытаются это все вскрыть, это вскрывается. Коины как таковые пропадают, воруются. Очень часто это сейчас вообще беда определенная. То есть, система не совсем устойчива, но над этим работают. И с каждым годом, с каждым месяцем устойчивость растет и надежность растет. Особенно вот тех, я бы так сказал, 20 или 30 первых криптовалют, которые сейчас, они уже не называются криптовалютами, это экосистемы. Что такое экосистема? Вы знаете, это все быстро развивает. А экосистема, когда у вас, я не буду рекламировать определенную компанию, вы входите в эту компанию, у вас сразу свой кошелек, своя валюта. Вы привязаны к основной, к биткоину. От биткоина вы привязаны, как они называют, к фиатной валюте, то есть доллару, евро, юаню и так далее. Соответственно, в этой системе вы производите транзакции, которые никем никак не контролируются. Они свободно, так сказать, обращаются эти деньги в виртуальном, глобальном мире. Можно огромные суммы переводить куда угодно, буквально в течение двух-трех минут, подтверждение. И, собственно говоря, вам не нужен банк как посредник. Вы имеете дело сразу с активом. То есть клиент, деньги и актив. А его сразу... Ваш знакомый, Ян Яныч Мелкумов, да? Да, у вас знакомый. Говорит о том, что... Говорит о том, что вся эта анонимность, это давно уже фикция. Потому что прежде чем подойти в банкомат, который называется как-то битмат... Ну, раз сейчас чем туда подходить? Да. Ну, для того, чтобы обналичить биткоины. Для того, чтобы обналичивать. Она, это электронная система, вот в телефоне. А это все в телефоне. Мобильный телефон. А, так вот, для того, чтобы, ну, скажем, получить фиатные валюты, как вы их назвали, ну, то есть рубль, евро, доллар, не принципиально. Ну, бумажный, бумажный. Что там хлеба, например? Да, надо... Нет, подожди, подожди. Надо, надо предъявить документы. Не обязательно. Сканировать. Сейчас есть услуга по миру, причем во всех странах. А вы просто заказываете, меня вам наличные сразу привозят, и все, вы даже не знаете откуда. И вы просто биткоины переводите при человеке. И вам дают сколько? Причем от 10 тысяч долларов. И в Москве есть такая, и в Киеве, и в Минске. Серьезно? Да. От 10. От 10 тысяч долларов. Стареет, ян-ян. Да, так что это давно уже... 10 тысяч, это где-то сколько? 3-4 биткоина? Ну, 2 700 сегодня, можно было бы разделить. Сколько? 3 биткоина. Давайте все-таки еще раз. Давайте еще раз, потому что, ну, у нас основная масса слушателей, что у вас, что у нас, Олег? Люди, которые занимаются, ну, например, детей учат, там, родину защищают, в медицине. Двигаются, иными словами, они очень далеки от вот этих реальных вещей, которые для вас, ну, вот, да и для меня тоже. Ну, я делаю вид, что я тоже ничего не понимаю. Ну, простым языком, если люди поведят актив, люди видят, что-то растет. Причем такого роста, если взять историю человечества, не было ни в одном активе. Ни тюльпаны за такой короткий период вообще ничто так не росло, ни доткомы, ничего подобного никто не видел. Олег, ну, я вас умоляю, не надо загадками, ну, пожалуйста. Ну, потому что, пациент... Поговорите, поговорите, тюльпаны. Ну, я-то понимаю, в чем разговор. Тюльпаномания, да, там, каком-то, 16-м. Ну, это Голландия, Голландия, 17-го, 17-го. 17-го. А доткомы, это конец 90-х. Это интернет-пузырь. Да, интернет-пузырь. У нас доллар до 400 выросло, потом упало до 10-ти из 400. Вот этот, как пузырь надулся, я знал. Там каждый раз придется делать сноски. Понятно, понятно. Да, папа. Например, рынок криптовалют сейчас капитализируется, то есть общая стоимость всего, что там вращается, где-то 93 миллиарда долларов. Это все. То, что в начале года было, стоило, ну, то есть весь рынок, он стоил где-то 18. Грубо говоря, весь рынок вырос приблизительно в 5 раз. Да, некоторые эмитенты криптовалюты выросли за месяц, вот этот бурный месяц, апрель, конец апреля, май, выросли в 10 раз, в 20, в 40 раз некоторые росли. Это бум. Там происходит некое безумие, вот потому что рост криптовалют привел за собой так называемое ICO, вот это новое, что возникло в финансовом мире. То есть предлагают уже размещаться компаниям, привлекать капитал не путем размещения акций, а путем размещения коинов на базе блокчейна. И объем в мире размещения коинов в этом году превысил объем акций, 1 миллиард 200 миллионов долларов. А как это размещать? Ну, я понимаю, какая это... Я расскажу вам, это курьезные, это совершенно курьезные истории. И про Виталия Кобутерина, у которого сперли часть криптоденег. Вот я, кстати, не слышу, чтобы у него лично сперли. А я с ним разговариваю, что у кого в гостях? А, Никита, ну, может быть, может быть, но он деньги не считает, ему они не нужны. Он человек совершенно неземной, да. Нет, просто он... Это в его системе сперли. ...провел, да, прощение привлечения через криптовалюту под какой-то свой проект. И какие-то злоумышленники залезли и своровали. Вот смотрите, что происходит. Рынок настолько горячий, перегретый, что вот ICO, initial coin nothing, то есть первичное размещение монет, производят компании, люди под этим проектом собирают какой-то коллектив, создают интернет-сайт, создают, так сказать, программу, что это будет некий завод, допустим, или некая система по учету больных, или чего-то еще. Говорят, у нас объем размещения 30 миллионов долларов. Знаете, за сколько они размещаются? За 40 секунд. Ух. За 40 секунд разметают все. Дело дошло до того, что вот на базе, так сказать, бума в ICO один программист. ICO это, ну, я перейду, IPO только в этих криптовалютах. Они свою новую валюту создают? Да, они создают валюту, распределяют ее среди инвесторов в каких-то пропорциях. А как узнают об этих проектах? Ну, есть сайты определенные, есть программа, есть анонсы, когда что размещается. Может, в сетях? Да, 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 нужно просто посмотреть ICO, план ICO там на текущий месяц, что размещают. Просто набрать в поисковике? Да, это в Google все позволяет делать. Так вот, бум настолько дошел до такой степени безумия, что вот один программист, который потерял деньги, так сказать, в результате спекулятивных операций, он произвел, разместил, как он назвал, самая бесполезная монета. Он так ее назвал, useless coin. То есть, а в самом деле не нужно. И он честно сказал, это никому не нужно. Это стоит ноль. А единственное преимущество, потому что стоит ноль, ниже не упадет. Цель ICO, хочу себе телевизор купить. Да, 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 я слышал это, только не про телевизор. Это парадокс, он собрал, вот абсолютно никому не нужно, он собрал за сутки 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов. Сергей Андреевич, будьте прощим. У меня загорелись, вода. Да, 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 вы это видите, просто 50 тысяч долларов за сутки. И потом вот эта валюта так называемая, да, она стала торгаться на бирже, я даже не знаю, какие там котировки, что-то там она стоит, понимаете? И вот я просто говорю о степени безумия. Как возникает эта стоимость? Это рекламная компания, прежде всего. На самом деле, все эти системы, они, знаете, как эти штучки, спиннеры, они все одинаковые, похожи. Только у кого-то там цвета музыка, у кого-то там еще что-то, так сказать, крутится. В принципе, у всех приблизительно одинаков. Дальше уже начинается, так сказать, пиар-компания по размещению и по привлечению. Но на самом деле, когда уже первая двадцатка криптовалют, они уже, как я уже сказал, позиционируют себя как экосистема. Там много чего. Это уже действительно фабрики такие серьезные, которые могут, я бы так сказал, поглотить и банковские системы в перспективе. Вот такая такая есть. Все банки могут подсесть на эту штуку. Поэтому, когда Герман Успович Греф говорит о том, что банки исчезнут, он имеет в виду эту тенденцию. Прежде всего, когда не будет офиса, а будет клиент, деньги вот напрямую. Ну, это вариант такой, или исчезнут, или нет? Будут консультанты. Я помню один, а герой рассказывал о том, что через 20 лет не будет ни театра, ни кино. Одно сплошное телевидение. Да, одно сплошное телевидение. Чего он кончил? Так, хорошо. То есть, на самом деле, стоимости там никакой нет, по большому счету. А стоимость есть общественный договор. Мы считаем, что это стоит. Вот говорят о том, что раньше на Горбушке в Москве пустовали многие павильоны, многие площади. Ну, потому что не было арендаторов. Секундочку, у нас в срочное сообщение пришло, он просит прочитать. Мы же информационные радиостанции. Британский музей был эвакуирован в связи с угрозой безопасности. Что? Решение эвакуации было принято после поступившего сообщения от полиции об угрозе безопасности в окрестницах музея. По громкой связи сообщили, спустя полчаса после того, как все посетители вышли из здания, администрация музея объявила о возобновлении его работы. В течение года его посещают почти 7 миллионов человек. Вы прослушали бесплатную рекламу британского музея? У меня был взрыв, я успел прочесть, был взрыв, контролируемый взрыв, подозрительный примет в Лондоне взорвали рядом с этим музеем. Тогда это не реклама о том, как люди счастливо избежали трагедии. На Горбушке долгое время поставали места под соответственно торговлю. Сейчас, говорят, там прям бум этих майниров. То есть приходят, покупают оборудование для майнинга, сами майнят. Что это такое? Что происходит? Это немножко другое. Я за финансовую часть могу ответить. А это уже техническая часть. А вот когда покупают оборудование, которое добывает из интернета так называемые коины. Не только биткоины, там можно всевозможные хуже тысячи. Заисит от программы, да? Ну, ты просто настраиваешь, да, там технически скачиваешь ту или иную, как называется, кошелек криптовалюты. Там есть специальная штука, которая позволяет это делать. И ты начинаешь заниматься майнингом, добычей той или иной криптовалюты. Биткоин очень сложно. Там целые фабрики уже в Китае стоят. Потому что китайские майнеры, кстати, вот сегодня в знаковый день там была такая стрессовая ситуация обновления биткоина. Вот. И сегодня вроде бы она, ну, вчера сегодня прошла, поэтому на 20% вырос спокойно, да, 95% согласились с обновлением. Если бы половина не согласилась, то тогда бы биткоин сплетанулся. Ну, то есть раздвоился бы на две части. Это была бы трагедия, так сказать, для всего рынка. Но этого не случилось. Отсюда вот мы наблюдаем рост последнее. А обновлялось, потому что, вот я считаю, в биткоине каждый новый блок помещает ограниченный объем информации. Его нужно было увеличить, иначе очень долго проходили транзакции. Вот это вот, ну, там много проблем, на самом деле. Рынок растущий, и чем больше людей туда входит, тем больше проблем появляется. Вот для простых наших граждан, которые так хотят инвестировать, купить. Прикупить. Да, прикупить. А у меня вопрос возник, а как они это сделают? Вот они не понимают, насколько этот путь тернист покупки какой-либо криптовалюты. По-моему, пути, пожалуйста. Столько сейчас опасностей, как у красной шапочки. Нет, вы нам, пожалуйста, конкретику давайте. Вот он, допустим... Пугать мы без вас. Да, самый простой путь есть пойти на биржу криптовалютную или через обменник криптовалютный. Ну, как это сайт, на самом деле, да? Конкретный, да. Конкретный пример. Вот человек хочет купить через обменник криптовалютный, набирает, там, в поисковике в Москве обменник криптовалютный, ему даст список. Он заходит, начинает покупать, а результата нет. Оказывается, кроме того, что это сайт мошеннический, это клон абсолютно нормальных сайтов. И различить, где нормально, где ненормально, и куда вы деньги переводите. Вы перевели, и все пропало. Вы записываетесь. И все пропало. Очень, очень, очень внимательно нужно с этим обращаться. Биржи. Когда вы переводите деньги на биржу, это сложно сделать. Не так просто. Перевести какие-то средства на биржу. Нужно понимать, с кем вы имеете дело. А большинство, особенно русскоязычных сайтов, там нет ни имени, ни фамилии. Вы с воздухом общаетесь, с космосом мировым. И вам только из космоса периодически отвечают, что деньги будут через три дня, через пять дней и так далее. А как взаимодействие Луны? Удалось вам завести деньги. Удалось что-то купить. Ну, биткоины можно вывести в собственный, так сказать, кошелек, который будет у вас там в кармане или на флешке, где-то вы спрячете его и так далее. И то это не гарантирует. Нужно убедиться, что этот кошелек, так сказать, безопасный. Потому что вы можете скачать чужой кошелек и на него загнать эти биткоины. И человек уже... То есть это не ваш зуб и не его зуб. Это уже других людей зуб. И вы биткоины загоните другим людям. Все везде, нужно быть осторожным. Потом, когда вы захотите продать, процедура еще сложнее. Потому что нужно продать и вывести деньги. Да. А вопрос как? А вот через плачную карту нельзя это сделать? Это можно. Ну, там большие комиссии. И, опять же, сроки не везде выводят. А потом часто бывают биржи просто, как говорят, в результате хакерской атаки все биткоины ваши пропали. Вот так. Но это не может быть такого. Потому что в самом биткоине заложена идея, что каждая транзакция записывается. Записывается. Но когда вы... Номер кошелька, соответственно, записывается с которого и на который. Вот смотрите, на бирже, понятно, ваш кошелек, да, у вас. А когда вы... Чтобы продать, вам нужно биткоины на биржу перевести, на их счета. Ну, то есть депонировать там. Есть уже системы децентрализованные биржи. Я тоже их не буду рекламировать. Это российская ноу-хау. Там это вот как экосистема работает. Там не нужно никуда переводить. Блокчейн. И то есть не нужно никуда переводить. Здесь вы застрахованы в этом смысле. Ну, а все развивается. Но на самом деле наступил период, когда рынок должен регулироваться. Потому что то, что там происходит, особенно с точки зрения трейдинга, это 90 в квадрате или в кубе. Потому что там можно все. Там можно на этом рынке. Он не регулируется никак. Там вас разденут и обуют за два часа. А ведь меня, простите, перебью, до новостей меня уже почти два часа, да, Сергей Андреевич, мучает один вопрос. Когда криптовалюты заменят обычный американский доллар? Когда они сместят его с пьедестал? Ну, здесь пока сложно. Объем рынка 90 миллиардов, когда дорастет до 2 триллионов. Просто нужно по оборотам смотреть. Ну, это может случиться, как вы говорите, там, ну, не через день, конечно, но через пару месяцев. А средства? Нет, нет, через пару месяцев. Ну, смотрите, вы говорите, в начале года было 18. Да. Сегодня 93. Пять раз. Ну, здесь нужно понимать, что есть такая организация, как американский центральный бэмфедрезерв, да, который руку держит не на пульсе, а на горле. Если что, они быстро киел с кислородом всем перекроют. Поэтому... Читайцам? Да, вот этот вопрос, кстати, очень сложный. А как? Ну, допустим, запретят это на доллар менять. Это будет проблема. Это, ну, элементарно. Если не... Если они захот... Китайцы запретили в одно время, да, но потом вроде полиберальнее стали смотреть на биткоин. Биткоин, кстати, рухнул после этого. А вспомните, с чего, собственно говоря, начался рост. Рост, когда биткоин стоил 80, там, 100 долларов. Это, помню момент очень хорошо. Бен Бернанке, незабываемый, да, руководитель бывшего американского центрального банка, сказал, что за этим будущее. И биткоин сразу ушел на 500 долларов. То есть, одного слова Бена Бернанке схватило для того, чтобы в пять раз увеличить капитализацию. То есть, опять же нет, Елен может сказать наоборот и все это... Да, дальше он дорос до 1000, и потом китайцы сказали, что все, мы запрещаем, и он упал опять на 200. Олег, я прям чувствую, как слушатели спрашивают, так, ну, как вот предугадать, как поймать этот момент, когда кто-то скажет, в пять раз выскочит. Но я вас призываю, друзья мои, вернитесь чуть назад в нашем разговоре, и вспомните, как Олег рассказывал о том, что вы, скорее всего, попадете на те деньги, которые вы захотите потратить на биткоин. Скорее всего, попадете. Да, причем, я бы так сказал, если деньги пока, там, небольшие, в пределах двух, ну, до пяти тысяч, до десяти тысяч долларов, да, но вас внимания не обратят, потому что там уже люди разжирели, коты жирные. А вот если у вас сумма покрупнее, вы сразу попадаете под колпак. И, ну, потому что вместе с программистами и вот, воодушевленными, так сказать, энтузиастами этого дела на рынок пришли шакалы-спекулянты, финансисты. И они не пропускают этой возможности. Вас так сделают, найдут слабое место, где у вас, вы просто где-то просчитали, что-то не додумали, и вам, или прокатируют чего-то, вот как было недавно. Ну, смотрите, у вас есть позиции, вам говорят, ну, возьмите немножко кредит и займите позицию чуть побольше, ну, вырастет, больше прибыли получится. Да, не положите больше. Смотрите, вот на эфире Виталика Бутырьевна недавно произошел так называемый флеш-крэш. Это так, биржа американская Coinbase. Котировка была под 400-370 долларов. За минуту упала до 10 долларов. Ой, люди обанкротились. Ну, вот и все. Потом и вернулись обратно. Но уже... Это было искусственно сделано? Это, да, это все было искусственно сделано, но рыночным путем. То есть кто-то взял, провалил на сумму, допустим, он не пожалел нам миллиона ледовых долларов, посмотрел, какая глубина стакана, так называемая, биржевого. Провалил это до 10 долларов, но сработали все системы, которые агрегировали... Стопы. Да, это уже во многих терминалах. Оттуда с основного рынка агрегируется информация, и уже системы, которые электронные торговли, которые на это заточены, они сработали, автоматически закрыли позиции с убытками для многих людей. И вот сейчас суд даже идет, биржа пообещала компенсировать, но не знаю, наверное, не все. Люди потеряли очень много денег. Успеем? Нет. Нет, значит, надо заканчивать сейчас новости. Давайте закруглим криптовалюту, поговорим уже о более предметных вещах. 553-300-8903-170-6363. У нас в гостях Олег Богданов. Неделя в цифрах. Сегодня вы видели, наверное, если вы этим интересуетесь, то, наверное, видели, что совсем недавно были очень большие колебания на рынке вот этих валют. Это может привести к очень серьезным потерям для тех людей или для тех структур, юридических лиц, которые вкладываются в эти валюты. На сегодня это сложные реализуемые проекты. Но в будущем это, конечно, возможно. И если об этом будущем думать, то думать нужно же сейчас. И в этом смысле, наверное, ничего даром не пропадет. Желаю вам удачи. Владимир Путин пообещал выделить еще 50 миллиардов рублей на грантовую поддержку молодых исследователей. Президент заявил об этом в беседе с воспитывающими. Прикладная программа, Сергей Андреевич. И я пока шли новости, я посмотрел, что у нас вот эти ICO, о которых Олег говорит, они у нас уже, что называется, вовсю, внутри страны. Да, правильно. Фирма «Калионов» в Московской области привлекла более 500 тысяч долларов. В июне челябинский стартап «Зиркоин» по производству «Зиркония» привлек через ICO 7 миллионов от 4 тысяч долларов. Финтех-стартап «Сон» с 15 по 17 июня привлек рекордно для российского рынка 42 миллиона долларов. Стоит ли вам в чем это играть? Ну, это конкретные проекты, причем за проектами «Калионов» это, по-моему, фермерское хозяйство. Когда там нужно смотреть проспекты миссии, но это не совсем проспекты миссии, потому что это законодательство не бьется. Но там есть свои, в общем-то, определенные условия. Да, наверное, есть интерес, если вы верите в перспективы данных производств, данных проектов. То есть это стоит. То есть это, на самом деле, транспортные средства для ваших денег. Так, это, если вот говорить о блокчейне, на базе которого привлекались средства, это просто инструмент, который позволяет предприятию привлечь ресурсы, а вам поучаствовать в будущей прибыли. Но у меня это ресурсы гарантии. Гарантии. Вот, да, это пока, видимо, не совсем, с юридической точки зрения, прописано. Надо смотреть. Я как бы не участвовал в этих проектах, предпочитаю это с классикой, и где дело. Но говорят, что там все прописано. Я верю. Там люди хорошие занимались этим делом. Не знаю, во что это вылился, но пока вроде не жалуются. И котировки выросли, и деньги люди получили, развивают хозяйство и заводы. Завод вроде строят по производству циркония. И все-таки я думаю, что нам надо пока погодить. Как вы говорите, еще года два-три. А чего до них? Ну, когда будет более-менее порядок. Ну, да, большие деньги, заходит такой венчурный капитал, которого не жалко. Ну, дело, когда там 50, ну хорошо, 100 тысяч рублей. Ругли, не долларов, рубли. Совсем другое дело, когда это те же самые цифры, но только в иностранной валюте. Тут уже подумаешь 20 раз, стоит это делать или нет. Да, но система очень бурно развивается. И если вот еще несколько таких скачков, то там уже до триллиона очень быстро может вырасти. Вообще капитализация. А это уже и будет такое. С этим надо будет что-то регулировать. Это как-то и, во-первых, кстати, отказывается это регулировать. Даже не комиссия по биржам и фонд не утверждает, который не может зарегистрировать, который оперирует на базе биткоинов. Но, не знаю, они консервативнее, кстати, чем наши. Я предполагаю, что мировое финансовое сообщество не до конца зазнает структуру, границы, пределы, характерные черты того хаоса, который может наступить, когда эр-криптовалют наберет реальный оборот, о котором вы говорите, ну скажем, того же триллиона долларов. Мы все мечтаем о том, что мы свалим доллар с мирового пьедестала и будет какая-то другая валюта. Ну, хорошо региональная валюта, там еще, ну может быть даже золото вернется. Ну, это, конечно, не вряд ли. Этого не будет никогда, потому что физически столько золота нет. И одновременно мы отказываемся понимать, что мы действительно ставим на пороге чего-то совершенно неизведанного, неизвестного. Потому что вот сегодня вот мы об этом рассуждаем как об эдакой новинке. Ну, вот как вот, извините, Олег, 15 лет назад я иногда вспоминаю себя 15-летней давности, когда я узнал, что в мобильном телефоне будет фотоаппарат. Я посмотрел на свой мобильный телефон и сказал, а куда они засынут пленку? Прошло 15 лет, и я вспоминаю, и думаю, господи, Никита Александрович. Вот то же самое с Биткоем. Да, ну, говорят, что и эта система устареет, потому что бинарные компьютеры разрабатывают, которые будут быстро очень долго говорить. И есть эти компьютеры, которые быстро будут считать, и тогда нет никакой необходимости в блокчейне, будет что-то другое. Ну, в общем, пока ближайшие 10 лет, наверное, это будет эроблокчейн, потому что все может перейти на блокчейн, на эти системы. Они действительно очень удобны с точки зрения транзакций. Единственное, если, допустим, идет большой наплыв, как это было с Терриум, с Эфиром, с тем же Биткоином, они не справляются. Пока не справляются, очень маленькая пропускная способность. Но они работают и усовершенствуются. Они справляются, то есть долго идет обмен или перевод? Нет, поток идет большой, да, и очень долго получается. Если я так, например, часами, часами, это занимает много времени. Биткоины, это было часами, это было очень сложно, и почему деньги уходили, вы не понимали, куда они ушли, не пришли, вообще вот так все подвисало, и инвесторы нервничают в такой ситуации. Сергей Андреевич, я, наверное, вот... Закрубляйте? Да нет, с пластиковой картой и как-то вот... Более вот и комфортно. Да, как-то попрышим. Нет, ну, конечно, мы когда Олега Богданова позовем еще раз, может он скажет, ребят, да все нормально, привязывайте к пластиковой карте счет в биткоинах или в какой-то другой валюте. Ну и пластиковой карте уже не нужна, собственно, мобильник, это центр жизни, да, центр жизни, там все, и кошельки виртуальные, и коины, и реальные деньги, и все это вот так вот у нас... Единственная проблема, это неконтролируемая система, а как будут центральные банки в этом случае работать, вот... Это же хаос, хаос, да, как раз, Никита, в этом смысле наступает некий хаос. И теперь главный вопрос нашей программы, от чего мы сегодня, собственно, и собрались, в чем хранить сбережения? Ну, главное, чтобы они были, это вот, это самое главное. И не берите время на раздуме, а то еще это не по существу. Я предпочитаю структуру нашего центрального банка. Вот вы видите, центральный банк особо никаких усилий на рынке не делает, но у него структура корзины такова, что в долларах золотовалютный резерв у него постоянно растут, уже, по-моему, 412 миллиардов долларов. Вот, если вы эту структуру создадите, плюс, для каждого, в отличие от ЦБ, а, ЦБ же тоже размещает деньги, да, разместите деньги в... А ведь когда-то не размещать? Я думаю, тогда центральный банк будет долго не прожил наш, если большие решили это сделать. Сегодня у нас 40 миллиардов долларов, как? Лучше 400. То есть, если бы мы только, значит, узнали, что, или на двери узнали, что ЦБ какой-либо страны, ну, так сказать, даже в ТФТ, разверщая цена в Биткоина, цена в Биткоина была бы 100 тысяч долларов сразу же, и ЦБ бы по этой цене разместился, потом бы она упала до 2 тысяч обратно, и вот тогда... Ну, а мы же с вами переномим вопрос, это был шутливый, тем не менее, тем не менее, тревожны какие-то слухи, настроения, чувства по поводу наступающей осени, именно на финансовых рынках. Да. С чем они связаны, Решфроте? Я бы так сказал, эта тревога, она возникает от того, что абсолютно тревоги никакой нету. Вот если мы возьмем индексы, которые говорят о настроениях, о расслабленности, о нервозности инвесторов, там их много различных, они находятся на исторически минимальных уровнях, и на валютном рынке, и на фондовом рынке, так называемый индекс страх, инвесторы вообще ничего не боятся. Больше того, я вам скажу, Олег, буквально сегодня утром выяснился главный, новый главный риск фондовых инвесторов. Это, оказывается, риск краха гособлигаций. Каких? Да. Просто абстрактных. Американских? Американских, европейских. То есть ни о чем. Это крайне низкий, да? Ни о чем. То есть этого риска нет. Ну да, этого нет. И у них главный, при этом. А у них главный. Ну, то есть это как раз, о чем речь, ничего не боятся. Ну да, там раньше были риски, ну, грубо говоря, крах, то ух, то ли там, ну, то есть вот так. Но если говорить о потенциальных рисках, то вот сейчас единственный такой постепенно выкристаллизовывающийся риск, это политический риск Соединенных Штатов. Там обложили Дональда Трампа очень серьезно, и вот по этому поводу все и нервничают. Потому что если его убирают, или если этот процесс торможения, его реформу, он будет очень серьезным, то тогда, конечно, вот этот аванс, который рынок фондовый дал, задел на инфраструктурные изменения, на налоговую реформу, это все быстро может сдуться. А скандал, наоборот, набирает. И, как на рынке шутят, Трамп уже под колпаком у Мюллера. Неделя в цифрах. Ну что, завершающая четверть у нас. Олег Богданов в гостях. Да, Олег Богданов в гостях. Пусть каждый сделает себе валюту и пользуется ей. Что бы нет. Ну, к этому идет, да. Вопрос, что ты бери, я думаю, что она будет стоить. По пандополу. Потому что это первый производитель криптовалют, который, да, бери себе, скоро хочешь, я себе еще нарисую. Прямо так, да. Про родителей. Ну, и давайте от глобальных проблем, от грядущего финансового хаоса, перейдем. Да, к нашим баранчикам. К таким. Да, ну вот вы говорили о нестабильности осени. Да. Ну, нестабильность, она осенью сезонно приходит, да, как на Новый год зимой, так осенью нестабильность на финансовых рынках. Ее пока никто не видит. В чем она может вылиться, да, и как она может... Извините, ее никто не видит. Она есть. Она есть, да. Она есть. И она может прийти откуда угодно, собственно говоря. Это или история, продолжающаяся с Трампом, сыграет. Или очень серьезная обстановка на нефтьевском рынке, как ни странно, да, вот она нас может коснуться. Причем, если риски, там система так устроена, что общий рост рисков, он вызывает, так сказать, движение в следующем порядке. Все уходят в безрискованные активы. Да. Это облигации американские, это частично доллар американский, иена японская, вот, и убегают из валюты emerging markets, то есть, не знаешь, уже Goldman Sachs дал сигнал, что все, пора рубли продавать. Это известная история, клиентам она не рекомендует. Это вот такой шлейф, который автоматически, это просто система, даже не люди, это система работает. Там сокращают, оттуда убегают, сюда заходят, это все происходит. Да, и усиливается это все, может быть усилено падающей нефтью, потому что там ситуация на самом деле экстраординарная. В том смысле, что не выполняются соглашения, все-таки не выполняются сегодня... А, нет, нет, нет. Да, нет, 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 нет. А вот даже у нас не выполняются. Да, все говорят, что 178% сегодня Трофик, Трофик Логистик, такая организация, которая контролирует поставки нефти, сообщила, что и в июне, и в июне. В июле ОПЕК увеличил добычу, в июле на 145 тысяч баррелей, и больше 33 миллионов они уже допывают, отсюда вот такое падение. Если пока еще хоть вот спрос есть на бензин в США, да, и китайские данные хорошие идут, это поддерживают. Если хоть один раз появится плохая цифра по спросу, то есть начнут зарасти запасы бензина, и нефть от добычи растет в Америке уже, там, долго она порастет, то это может очень серьезно по нефти ударить. Мне кажется, что и нашим, собственно говоря, проще при 40 долларов уже работать, чем при 50, мне такое ощущение создается, да. Но рынок настроен негативно. И поэтому вот в этой осенью комплекс проблем, который вдруг может появиться, пока непонятно, это или Трамп, он может как раз быть завязан на нефти, на Трампе, и для нас это не очень хорошо. Но у нас общая стабильность такова, что расшатать очень сложно в данной ситуации. Ну, так сказать, внутренний валютный рынок и внутренний финансовый рынок, он очень серьезный, если сами не расшатаем, вот вопрос какой. Они не нас не расшатают, если мы сами внутри система не расшатаем. Предположим, нефть падает. Ну, нефть, мы уже видели. Значит, да, значит, уменьшится валютное поступление, значит, вырастет курс, ну, или, наоборот, ослаблен. Ну, в смысле, доллара вырастет. Мы все понимаем, значит, вот и вам нестабильность. Ну, вот такая, да, и, причем, вы знаете, чтобы успокоить наших, так сказать, слушателей, они должны понимать, что периодически вот эта нестабильность, она рукотворный характер носит. Финансистам тоже нужно зарабатывать, и они расшатывают рынок. Ну, естественно, если рынок не колеблется, ну, кто будет зарабатывать? Никто бы не будет зарабатывать, из финансистов, я имею в виду. И они сознательно раскачивают обслуживание. Один фактор, рукотворные риски, которые реализуются, реализуются благодаря этим проклятым темно-насистам. Я так понимаю, Солл-стрит. Да, Солл-стрит. 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 Да, да. Горы желтого дьявола, это все знают. А другие риски для нашей экономики? Финансовые, конечно. Ну, вот внешние факторы это в первую очередь, а внутренние факторы мне, ну, как бы вот сейчас, и не только мне внутренние вот эти пления, я бы так аккуратно сказал, банков, внутри банковского сообщества. То есть, конфликт банков первого круга с конфликтом с банками второго круга. Соответственно, остальные. Да, он не очень хороший, он, так сказать, оптимизма, ну, то есть, оптимизма меньше, кстати, с этим становится. И просто непонятно, во что это все влияется. Это непонятно, что может быть. Нет, непонятно, понятно, из-за чего, допустим, да, понятно, как он развивается, ну, вот к чему он привезет, непонятно. То есть, я не думаю, что это окажет такое уж глобальное влияние, ну, в кавычках, глобальное, на наш внутренний рынок, ну, скажем, на рост цен или на снижение. Я знаю, это нет, но это может на стабильность внутри структуры системы, да, финансовая, там, на межбанковские операции определенные, соответственно, опять же, на рубль, ну, и опосредственно. Ну, людей-то что волнует? Людей волнует, сколько будет рубль стоить или доллар, сколько будет стоить, насколько инфляция вырастет или не вырастет. Вот, с инфляцией, это вообще беда. Ее нет у них, ее нет. Ну, она только у нас. Да, она у нас только, и так, но она у нас тоже снижается. Это мы с вами говорили, Сереж, что это не монетарная инфляция, не зависящая от количества денег и экономики, это инфляция, созданная руками не финансистов, Солл-стрит. Ну, естественно, монополистов. А монополистов, да, это же наша уникальная такая история. А в этот момент приходится бы и говорить, а мы сейчас вот регулируем вам инфляцию, все будет хорошо. Ну, как вы можете ударить по рукам, например, людям, которые занимаются поставками газа? Не могут? На турбины. На турбины? Да. Вот, это, так сказать, история... Ну, почему по поводу турбины? Мы о санкциях. Ну, по поводу эту историю вообще уже забыли, да, то есть... Вот то, что санкции против России будут вшиты в иранские санкции. А, вот такой по аналог, да, ну, и до запрещения свифта, да? Ну, здесь вот как раз блокчейн поможет. Да, он еще не настолько разит. Да, не на разит. Не, я не думаю, что до этого дойдет, потому что у нас... До свифта не дойдет. А насколько и велика вероятность того, что... Ну, вот в ваших кругах, как ее оценивают, что новые санкции будут введены? А, по аналогии с иранскими, вот... Нет, нет, а разговор о чем? Разговор о том, что вводится новый пакет санкций против Ирана. И санкции против России зашиты в этот антииранский африк. А, так, да? Да. Ну, не думаю, надо смотреть конкретно, что это конкретно будет запрещено, да, что такие финансовые организации будут затронуты. Но тут главная для нас проблема, это условия размещения. То есть, могут ли они покупать наши облигации и так далее. 14 дней. Вот, но... На 14 дней мы получаем проекты, то есть, знаете, там, рассматривают? Да. Кредиты, это не больше, на 14 дней и запрет на приобретение ценов. Ну, я думаю, уже есть способ обойти эти санкции. И если американским банкам будет запрещено это делать, они будут это делать через совершенно другие структуры. Это уже, да, схема отработана. И, кстати, поразительно, вы знаете, вот когда у нас, по-моему, в 15-м году голубепом посыпали, курс был вроде там в районе 70, и оказалось полный крах. Вот банк, который заходил в наш рынок, причем в рублевые облигации федерального займа, тогда под 14% и по курсу, ну, там, 68, да, это был банк JP Morgan Chase. А, да, и они подняли, можно просто даже посчитать, сколько на курсе они заработали, сколько заработали на процентах, это... Они прочли небольшую сумму. А 14-х годовых на ОФЗ, это из бюджета. Ну, это уже другая история, Никита. Это, ну, я так скажу, немножко политизированная история. Так, давайте прощаться. Да, давайте. Олег Богданов был на гостях, главный аналитик Телли Трейд Групп. Спасибо вам огромное. Спасибо. Никита Александрович, спасибо вам, до свидания. Всего вам доброго. До свидания. Недельная в цифрах.